Бабушка подобрала на улице странного седого щенка, а через полгода схватилась за голову. Собака росла с каждым днем и стала похожа на волка. Бабушка услышала в траве жалобное скуление и раздвинула заросли в поисках источника звука. Среди зелени на нее смотрел странный седой щенок, который уже едва мог двигаться от усталости и обезвоживания. Пожилая женщина сильно удивилась. Щенок был маленьким и явно нуждался в помощи, а хозяина рядом не было. Она забрала его с собой домой, напоила, накормила и решила оставить себе. У нее уже есть два кота и овчарка на цепи, а значит маленький щенок не принесет много хлопот. Через пару дней к ней приехал внук и тоже удивился, увидев у бабушки нового питомца. Они решили, что малыш сбежал и потерялся с туристической базы. Внук сходил туда, чтобы узнать у гостей, но все постояльцы уже уехали. Бабушка решила не искать хозяев и оставила малыша себе. Шло время и через пару месяцев она заметила, что пес растет из него какой-то странный, шерсть шла косматая, клочками, размеры увеличивались с каждым днем. Через полгода старушка схватилась за голову, пес был огромный и весело заваливал ее овчарку в игре. Она перепугалась не на шутку и уже решила, что подобрала волчонка. Опять приехал внук, посадил в машину бабушку и серого, так назвали пса, и помчались в ветеринарную клинику в городе. Правда для подстраховки псу надели на мордник. Ветеринар тщательно осмотрел питомца и пошутил над бабушкой, мол зачем ей дикий волчонок, но на самом деле сказал врач, это быстро растущий щенок ирландского волкодава. Специалист успокоил бабушку, что порода это безобидная, вот только ему нужно воспитание и правильное питание. Рос он крепким и здоровым, прививки ему сделали, поэтому переживать не стоит. Пожилая женщина немного подумала и не стала отказываться от питомца. Внук пообещал помочь ее с воспитанием и записался к курсу кинологов. А уж откормить волкодава бабушка и сама сможет. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.